Когда Павел вернулся из долгой творческой командировки домой, его встретили огромные перемены. «Ничего себе!» Войдя в квартиру прямо с порога, восторженно пробормотал он. «Да!» – гордо воскликнула жена, обнимая мужа. «Мы с дочкой решили, пока ты отсутствуешь, сделать в нашей квартире, наконец-то, капитальный ремонт. Наняли профессионалов, заплатили им кучу денег, и они все сделали быстро и очень качественно. Теперь мне не будет стыдно за тебя!» «А что, раньше было стыдно?» – удивился Павел. «Конечно! Ты же писатель, и тебе уже 60 лет! Хватит жить скромно! Писатели должны жить красиво! Пошли скорее на кухню, посмотришь, как теперь она выглядит! Только не падай в обморок!» Действительно, кухню после ремонта было не узнать. Рай для современной женщины. По-другому и не скажешь. На кухне все сверкало и блестело. А новейшее современное оборудование притягивало к себе взгляд. Хотелось скорее его включить и что-нибудь на нем приготовить. «Мой кабинет, надеюсь, вы не тронули?» Вдруг осторожно спросил Павел. «Как это не тронули? Мы тебе там тоже потолок натяжной сделали, пластиковое окно поставили и пол поменяли. Ну, еще кое-что из мебели обновили». «Что обновили?» У Павла упало сердце. Он почти побежал в свой рабочий кабинет, где проводил большую часть своей жизни. Ворвавшись в свою творческую берлогу, Павел облегченно выдохнул. Массивный письменный стол и кожаный диван стояли на том же месте. А вот вместо простеньких книжных стеллажей появились солидные шкафы. И вдруг у него опять нехорошо защемило сердце. «А где зеркало?» Спросил он. «Как где? Вот же оно!» Жена показала рукой на новое круглое зеркало, которое висело напротив дивана, точно на том же месте, где раньше висело старинное зеркало, давно помутневшее от времени. То зеркало осталось Павлу от отца, а отцу досталось от деда. «Я спрашиваю, где зеркало в дубовой оправе?» Спросил он раздраженно. «Мы его продали. Через интернет», спокойно ответила Раиса. «Какому-то краснодеревщику?» «Я хотела вообще его выкинуть, но дочка решила продать». Она нашла мастера, который собирает старинные деревянные вещи. Созвонила с ним. «Ну и все. Вы продали мое зеркало». У Павла зашатался пол под ногами. «Зеркало, которому было 200 лет. Вы что, вы с ума сошли, да?» «Павел, прекрати истерить», – недовольно махнула на него рукой жена. «В то зеркало невозможно было смотреться. Оно же все мутное было, с какими-то темными пятнами. Да и рама выглядела так, как будто ты эту вещь нашел на помойке. А ничего, что в это зеркало смотрелось пять поколений моих родственников. Мои родители, мои дед и бабушка, прабабушка и пра-пра-пра. И что такого?» Усмехнулась жена. «Как что?» Иногда мне казалось, что я их там вижу. Порой смотрюсь в зеркало, а из него, как из тумана, мне тот дед подмигивает. То прабабушка. «Прекрати! Умоляю тебя! Я это слышала уже не раз!» Сморщилась недовольно жена. «Я понимаю, что у тебя прекрасная фантазия, но ты должен думать о своем имидже. Тебе приходят известные люди, а на стенах у тебя висит какое-то непонятное барахло». «Раиса, это не барахло», почти застонал Павел. «Мне отец говорил, что в нашем роду все были долгожителями только благодаря этому зеркалу, потому что в нем накопилась огромная родовая энергия. И когда мы смотримся в него, мы от него заряжаемся». «Ну прекрати нести этот бред!» Воскликнула раздраженная жена. «Никто не поверит в то, чтобы какое-то мутное стекло могло продлевать жизнь. Все! Нет у тебя больше этого зеркала. Нет! Смирись и смотришь в новое. А если оно тебе не нужно, мы перевесим его в прихожую». «Да, лучше перевесьте!» Холодно, сказал Павел, сел на диван и закрыл глаза. Когда жена ушла, он принял лежачее положение и так пролежал на диване до вечера. И ужинать Павел не стал, потому что у него напрочь пропал аппетит. На следующий день, ближе к обеду, Павел почувствовал себя плохо. Появилась слабость, странная потливость и головокружение. Но чтобы зря не беспокоить жену с дочкой, он сделал вид, что у него все хорошо. Несколько дней он боролся со своим состоянием, но скоро почувствовал, что после любого приема пищи у него начинается странная тошнота. Пришлось обратиться в поликлинику и врач немедленно направил Павла в больницу на обследование. Через несколько дней у него неожиданно диагностировали онкологию и немедленно госпитализировали. Почему болезнь обнаружилась только сейчас? В тот же день бушевала Раиса в кабинете заведующего поликлиникой. Два месяца назад мой муж проходил у вас полную диспансеризацию и у него не обнаружили никаких болячек. Я буду на вас жаловаться. Я вас под суд отдам. К сожалению, так иногда бывает, пожимал плечами заведующий. Может быть, у вашего мужа за это время был какой-то сильный стресс? Какой стресс? Мой муж спокойный человек. Раиса прекратила кричать и зарыдала. Мы же с ним за всю жизнь ни разу не поругались. Он был совершенно здоровым человеком. У него и в роду все долгожители. Вдруг она замерла, вспомнив недавний разговор о зеркале. Размазала слезы по щекам и уставилась на заведующего. Скажите, а может человек заболеть, если у него в кабинете поменяли мебель? Что? Какую мебель? Ну, например, повесили не то зеркало. Ну, это вряд ли. Заведующий сокрушенно вздохнул. Я прошу вас, возьмите себя в руки. Вы должны понять, что в наше время онкология – это еще не приговор. И не вздумайте при муже вот так же рыдать. Теперь вы обязаны при нем быть всегда сильной и спокойной. Да-да-да, да, – закивала она, не слушая заведующего. Нужно срочно вернуть это зеркало. Срочно! Рая выскочила из кабинета и помчалась домой. Того самого краснодеревщика они с дочкой отыскали очень быстро, потому что сохранился его номер телефона. Мастер, слушая по телефону сбивчивый женский голос, долго не мог понять, что от него хотят. Потом не выдержал и буркнул. Приезжайте! Здесь, на месте разберемся. К счастью, его руки до зеркала Павла добраться еще не успели. Внимательно выслушав всю историю, мастер, даже не задумываясь, пошел в свою мастерскую, покопался там в старых вещах и скоро вручил Раисе с дочерью их старинную реликвию. «Лишь бы помогло», только и сказал он. И когда ему стали совать деньги, он категорически отказался принимать их. Доставив зеркало домой, Раиса, уже без дочки, помчалась к мужу в больницу. Но ее туда не пустили, потому что была уже ночь. А на следующее утро от врачей она узнала, что через неделю мужу назначили операцию. «Павел», – решительно сказала она, войдя к нему в палату и присев к мужу на кровать. «Теперь все будет хорошо. Мы с дочкой и его вернули». «Кого вернули?» Слабым голосом чуть слышно спросил он. «Твое зеркало». «Какое зеркало?» «То самое, в которое смотрелась вся твоя отцовская родня. Мы его нашли». «Зачем?» – равнодушно спросил Павел. «Как? Зачем?» – удивилась Раиса. «Ты же сам сказал, что благодаря ему в вашем роду все долгожители». «Ах, ты про это! Ты поверила в эти сказки». «Как сказки?» – возмущенно воскликнула она. «Это не сказки. Сейчас я отпрошу тебя у врачей, и мы поедем с тобой домой». «Зачем?» Опять равнодушно задал он все тот же вопрос. «Заряжаться энергией твоих предков?» «Я не могу, Рая. Мне тяжело вставать, а ходить тем более». «Ничего. Если ты не сможешь, мы с дочкой отнесем тебя на руках». И она побежала к заведующему отделения отпрашивать мужа. Через час Павел, пошатываясь от страшной усталости, придерживаемый женой и дочкой, вошел в свой домашний кабинет. Его довели до дивана, усадили на него, подложили со всех сторон подушки и поставили перед ним то самое старинное зеркало, прислонив к спинке стула. Затем жена зажгла в комнате полный свет и сказала, «Все, Паша, теперь ты точно вылечишься. Я думаю, нам нужно оставить тебя с твоими предками наедине». Когда Рая с дочкой вышли, Павел посмотрел на свое отражение в этом мутном зеркале и ужаснулся. Он себя совершенно не узнал. Впавшие щеки, заострившийся нос, пустые глаза и морщины на лбу, как у древнего старика. Но вдруг внутри зеркала он разглядел отца, который на пару секунд появился рядом и ободряюще похлопал его по плечу. Затем промелькнуло отражение деда в потертой гимнастерке, который жестом показал, что у Павла должно быть все хорошо. Потом стали появляться лица, которые он не видел даже на фотографиях. На следующее утро Павла повезли обратно в больницу. Из такси он выходил уже сам, пусть и с трудом, но при этом держался уже достаточно бодро. Через два дня, когда, подготавливая к операции, у него вновь взяли анализы, обнаружилось, что болезнь как будто бы куда-то исчезла. Повторные анализы показали, что Павел совершенно здоров и подготавливаются. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова